Большие новости! Пока Голливуд отдыхает на карантине и откладывает релизы фильмов, которые должны были выйти в этом году, Том Круз отдыхать не собирается. А собирается в космос. Именно там будет сниматься новый фильм с его участием. Первый фильм, снятый в космосе. Для этого Круза отправят на МКС. Правда, состоится это скорее всего ближе к концу 2021 года. Согласно сведениям, полученным изданием Deadline, Круз сотрудничает с NASA и SpaceX, которые, по слухам, как раз собирается запустить четырех частных лиц на МКС. О том, что это будет за фильм, пока умалчивается. Но Илон Маск в твиттере ответил администратору NASA, что это будет очень весело. Открытая бета-андроид 11 станет доступна для тестирования 3 июня. Обычно новые версии открывали для публики где-то в мае каждого года, но в этот раз, сами понимаете, ситуация неординарная, поэтому запуск пришлось отложить. Такие же задержки будут и со следующими стадиями бета-теста. Второй запустят в июле, а третий в августе, что говорит о том, что финальный релиз состоится где-то осенью этого года. Известный производитель бенчмарка Antutu в очередной раз показал рейтинги смартфонов по производительности. В первый из них вошли модели с флагманскими чипами. Пожалуй, самое интересное в этом рейтинге даже не модели смартфонов, и даже не то, что на третье место затесался какой-то IQ Neo 3, а то, что все 10 сделаны на базе Snapdragon 865. Что говорит нам о том, что сейчас для желающих заполучить максимальную производительность, альтернатив-то особо и нет. Хотите топчик, знайте, в каком направлении смотреть. У Antutu есть еще один рейтинг, в котором соревновались уже чипы среднего сегмента. Удивительно, но все смартфоны, которые попали в десятку, тоже имеют китайский паспорт. Первое место с отрывом занял Oppo Reno 3 5G с чипом Mediatek Dimensity 1000L. Второй Honor 30S на базе родного Kirin 820. Смартфоны Samsung в десятку Antutu в этот раз не попали, но дело ее живет внутри Vivo S6 и Vivo X30, которые заняли третью и пятую строчку рейтинга. В обеих моделях Exynos 980. Qualcomm выступила в этот раз без олимпийских рекордов. Чип Snapdragon 765G влез на четвертое и шестое место в смартфонах Redmi K30 и Vivo Z6. Ну и замыкают десятку горстка моделей Honor и Huawei на базе Kirin 810. А пока смартфоны на Snapdragon 865 лидируют по производительности в рейтингах, Qualcomm продолжает пилить свой следующий флагманский чип. А мы продолжаем следить за утечками, которые дают нам немного информации об этом чипе. Согласно спецификации, которую опубликовал сайт 91 Mobiles, следующий чип Snapdragon 875 планирует строить 5G модем. В предыдущем 865 использовался внешний X55, который производителям смартфонов приходил покупать отдельно, из-за чего стоимость флагманских моделей смартфонов, естественно, возросла. С новым чипом флагманы должны стать дешевле, X60, новый модем Qualcomm, будет уже встроен внутри. 875 станет первым чипом Qualcomm, выполненным по 5-нанометровому техпроцессу. Новые ядра Creo 685 будут работать с такой же новой графикой Adreno 660. Для обработки изображений применят свежий ASP Spectra 580. Когда Qualcomm выпустит новый чип, думаю, не знают еще и самой компании, но пока что расчет делается на декабрь этого года. Если вы думаете, что известная песочница Sims давно скончалась, то удивлю, а кого-то может и обрадую. Уже 5 июня Electronic Arts собирается выпустить новое дополнение к Sims 4. В нем основной упор будет сделан... Нет, не на масках и самоизоляции, а на защите окружающей среды, использовании альтернативных источников энергии, выращивания экологически чистых продуктов. Видно, что разработка началась довольно давно, иначе тематика дополнения явно была бы другой. Симсы сидели бы по домам, жрали бы целыми днями и работали удаленно. И уж точно никто бы не думал о чистоте окружающей среды. Забавно, что дополнение будет стоить 40 долларов, в то время как саму игру сейчас можно купить за пятерку. А с носимой электроникой Huawei на днях приключился забавный случай. На официальном форуме компании появились жалобы от пользователей смарт-часов и фитнес-браслета Huawei на то, что приложение Huawei Health перестало работать. В официальном ответе компания предложила решение проблемы. Заново скачать приложение, но уже из своего родного китайского магазина приложений AppGallery. Раньше это было необязательно, и большинство пользователей гаджетов Huawei качали его из Google Play Store. Но теперь, видимо, этой радости пришел конец. И одно дело, когда владелец смартфона Huawei покупает фитнес-браслет Huawei, в таком случае принудить его к загрузке приложения через собственный сервис вроде не так уж и криминальных. Но купить такой браслет или смарт-часы может и владелец любого другого Android смартфона. И вряд ли человек с Google Pixel или Samsung S20, который сознательно избегал китайских сервисов, обрадуется необходимости ставить на свой некитайский смартфон китайский сервис AppGallery. Если в Huawei думают, что таким хитрым ходом компании удастся нарастить пользовательскую базу своего магазина приложений, то боюсь, что с его помощью удастся только уменьшить пользовательскую базу гаджетов Huawei. Ну а если вам понравились наши новости, то, пожалуйста, увеличивайте пользовательскую базу наших выпусков, распространяя ссылку на новости среди друзей и знакомых. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно звоните в колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok